всем привет youtube привет начинаем обзор лампочек я приобрел пару лампочек не продаем толс вот они приехали посылочка я она сделал уже сейчас рассмотрим их поподробнее сразу скажу что я буду рассматривать не только лампочки эти новенькие но и немножко сравнение с лампой предыдущей жениной я ее покупал у меня есть вот маленькая есть и большая вот она в чехле стоит и как говорится рассмотрим новые лампочки старые ну а сейчас небольшой анонсик по сайту вот он сайт днепродент вот вот такие вот лампочки вот здесь вы можете посмотреть лампы их комплектации как они комплектуются там сколько можно заказать какую комплектацию имеется в виду там с присоской без присоски там две нитки света 34 ну и так далее вот и что продается ну ссылочка на сайт производителя днепродентолс будет под видео а теперь приступим к просмотру того что пришло новые лампочки заказал пару лампочек для того чтобы я посчитал что мне так будет удобнее работать работать ставить сразу две и заказал два экранчика идут стандартные либо желтые экраны либо белые вот так лампочка выглядит вот комплектуется можно с присоской вот для нее место есть вот кстати приятно в упаковочке все сложено все красиво все аккуратно как бы говорит о том что человек не только делает хорошие лампы но и заботится я в упаковке и во всем остальном приятно это все открываем но я еще раз повторюсь вот заказал дополнительные экранчики чтобы были у меня и желтые и белые рассеиватели но об этом чуть позже вот так на них выведены кнопочки шелкография об управлении лампой я скажу чуть позже защитная пленочка такая переходим к рассмотрению непосредственно самой лампы это буду делать на примере вот этой лампочки вот значит что здесь у нас здесь у нас на задней части находится электроразъем вот она подключается непосредственно вот сюда вот такой вот волочек здесь у нас находится шнур и он снабжен адаптером под прикуриватель питания собирая лампу мы вставляем вот этот разъем сюда и так защелкиваем и получается у нас лампочка с обратной стороны вернее лицевой что у нас вот таким образом находятся такие клавиши управления управление уже сенсорные нажатиями так называемыми кликами ну сейчас посмотрим как это все работает все выглядит в живую здесь такой локлайн на котором мы придаем нужное положение лампочки я сейчас подключу к аккумулятору есть у меня и мы посмотрим как же с ней работать и как она управляется вот так нас коляки примотал к аккумулятору и что мы видим сразу же у нас загорелся огонечек то есть лампа уже запитана кстати шнур вот этот вот 4 и 9 метров но грубо 5 метров это можно дотянуться много куда ну чтож приступаем вот у нас есть плюс минус этот диммер он регулирует яркость свечения и вот эти две клавиши крайние включают выключают полоски света таким образом надо мы диммируем до вот такого вот свечения вот я включил 2 холодных когда горит синий огонечек вот этот указатель коротким кликом включаем или же выключаем холодный свет когда нажал и подержал чуть подольше загорается теплый свет в данном случае вот у меня лампочка оборудована двумя холодными и двумя теплыми светодиодными ленточками но опять же покажу тут можно регулировать яркость от минимальной до максимальной это уже для удобства работы каждый мастер выбирает для себя нужное свечение нужной нитки значит что дальше если мы нажимаем и поддержим две крайние клавиши здесь загорится другой огонечек вместо синего горит красный это программируемая функция в данном случае когда горит красный огонечек коротким кликом у нас зажигается теплый вторая нитка теплого коротким кликом длинным кликом будет загораться с точностью до наоборот холодный свет коротким кликом в этой функции загорается теплый свет ну вот вроде бы по функциональности все эти лампочки как я уже показывал можно оборудовать и легко съемным вот этим экраном в данном случае это у нас белый белый экранчик можно комплектовать лимончиком снимается вот это вот шкурка вот как мы видим сейчас я ее сниму покажу очень удобная штука обрезиненная такая ну как на дверях на многих автомобилях применяется внутри она армированная снаружи она резиновая это все для того чтобы если где-то лампой мы касаемся поверхности лака или краски автомобиля не приводило к царапанию поверхности значит что дальше здесь есть еще вот такие вот отверстие для того чтобы отводить тепло от лампочки вот сбоку тоже отверстие снизу вот три отверстия снизу по два по бокам три сверху два с этого бока для того чтобы отводить тепло вот ну что что дальше локлайн здесь сейчас я замеряю размеры и подскажу вот это вот расстояние 34 сантиметра это расстояние у нас семь с половиной вот этот выступ с вот этой проставочкой по сравнению с предыдущей лампочкой вот здесь он маленький вставлена еще одна секция вот здесь удлиняющая и это дает новые возможности для лампы для гибкой настройки вот комплектуются эти лампочки 75 миллиметров присосочкой что тоже не может не радовать почему потому что 75 миллиметров присосочка очень даже хорошо становится на большее количество мест на автомобилях вы знаете что есть много узких мест куда допустим сто пятнадцатая или сотая присоска она просто не станет из-за своих физических размеров ну что поехали дальше сейчас снимем вот эту защитную резиночку и я покажу как меняются экраны и что там в этой лампе внутри я думаю многим будет интересно вот она моя лампочка в разобранном виде светодиодик горит говорит о том что она подключена вот они экранчики значит производитель делает специально несколько модификаций экранов которые легко снимаются и ставятся она просто напросто вот сюда прикладывается в пазы входит четко в пазы здесь как мы видим шелкография вот но это для красоты для работы сейчас я постараюсь снять не очень хорошо это удается наверное здесь будет лучше неудача но здесь нанесена такая типографским способом как сеточка все все такие вот ее видно которая специальным образом рассеивает свет второй экран он у нас матовый глянцевый глянцевый с обоих сторон статическое электричество как мы видим извиняюсь за корялости видео я постараюсь как можно аккуратнее это делать здесь с обратной стороны то же самое экранчик глянцевый вот все это довольно таки аккуратно вырезана я так подозреваю что это на каком-то станке резки имплантированы вот такие вот мягкие резиновые кнопочки которые нажимают на вот эти выключатели вот они светодиодные ленточки сейчас я их постараюсь уменьшить свечение но не получается вот они горят ленточки наши и здесь собственно собран блок управления все аккуратненько чистенько вот наш электроразъем который подает питание на блок управления нам начинка как бы особо не интересно просто чтобы мы знали здесь вот такие вот лампа сделано вот такими ребрышками это для того чтобы увеличить ее жесткость одна из отличительных черт что мне понравилось при выборе этих ламп этого производителя это то что сколько они не падают им ничего не бывает вот старая моя лампочка не знаю сколько сотен или тысяч раз она падала даже один раз на нее наехали машины по невнимательности по неаккуратности и все что как говорится после падения остается это в худшем случае вот этот экран там выпадает из нее поставил экран включил если не включенная и поехал работает как автомат калашникова но об этой лампе мы потом поговорим сейчас мы разговариваем о новой лампочке значит вот они у нас два экранчика ставим мы любой ну допустим этот вот таким образом вот ставим вот эту вот резиночку она такая мягенькая приятная и лампа в принципе готова к работе сейчас я резинку поставлю на место сборка занимает замена лампы практически минуту вот так она выглядит у нас с обратной стороны что что хочу сказать я немножко конечно поработал в этой лампе первое впечатление как собственно и после покупки вот этой лампочки я ее купил то же самое с двумя экранчиками с белым и желтым так называемый лимончик неоднозначно потому что то в чем я работал до сих пор ну перед покупкой допустим вот этой лампы первой никакое сравнение не шло с тем как появилась лампа детализация шикарная вот что на этой лампе что на этой но каждой лампочке каждому надо ко всему привыкнуть поскольку я заметил что после перехода вот с этой лампы на эту как бы надо к этому привыкнуть вот кто-то привыкает там за пять минут кто-то за десять вот у каждого этот период адаптации происходит по-своему но свет скажем так мне есть чем сравнить вот предыдущее поколение и это лампы светят по-разному вот не скажу что какая лампа вот та или это лучше или хуже светит они светят немножко по-разному потому что было видно переработано и само освещение и светодиоды изменены тут много чего изменено скорее всего дорабатывалась и пробовалась множество вариантов но производитель счел нужным вот в таком вот раскладе это поэтому сразу скажу что если кто-то купит допустим после самодельных ламп как вот ребята есть мучаются но я в том числе прошел то же самое этот путь наделал кучу ламп кучу светодиодов экспериментировал и цветные ставил и комбинировал вот ну да как-то интересно все потратил время денежки но потом пришел к тому что все таки надо купить нормальную лампу долго долго и нудно тяжелый выбор конечно выбрать производителей много но я вот остановился на таких лампах и честно скажу не жалею но опять же оговорюсь я никому ничего не предлагаю никому ничего не продаю это лично мое мнение и я его просто довожу до сведения моих так сказать друзей со товарищей и тех кто смотрит это видео мне эти лампочки нравятся ну естественно вот нового разлива я купил себе уже не одну а пару вот я посчитал что мне так удобнее будет работать я хочу ставить там допустим под 45 градусов и работать сразу в двух лампах на большого объема деталях там на крышах вот бывают очень большие крыши на капотах когда допустим или где-то места не всегда удобно с этой лампой с большой работать а то может быть и три поставить эту лампу прямо а по бокам поставить допустим две таких но это так сказать эксперименты это из области фантазии пока что вот по этим лампам что ну опять же можно теперь немножко посравнивать что ли по размерам и по всем остальным параметрам какая допустим разница между лампой вот этой более новой и лампой предыдущего поколения давайте посмотрим вот я взял рулеточку значит что у нас здесь грубо говоря 36 с половиной на почти на 18 так возьми я и эту лампочку чтобы для сравнения так сказать ну эта лампочка по лаборитам визуально даже меньше значит 36 на 18 здесь у нас тоже 35 и 5 на 18 но визуально можно сказать если сложить две лампочки то они как бы разнятся ну вот таким образом то есть эта лампочка чуть-чуть шире и чуть-чуть длиннее что касаемо значит вот вот этих моментов креплений здесь у нас выступ грубо говоря 9 сантиметров здесь у нас тут сантиметра полтора вот это вот звено дополнительное которое добавлено оно улучшает возможности маневрирования и удобство работы повышается от этого значит что касаемо значит вот этих выступов тоже они дают жесткость вот вот это вот по краям резиновая лента скажем так защитная она предохраняет я здесь на этой лампочке время вот читавшись видео по насверлил отверстие тоже доработал чтобы была лучшая теплоотдача здесь это уже все как мы видим вон отверстие есть но я думаю это экспериментальным путем все подобрано я тогда не заморачивался взял наделал таких отверстий вот даже здесь одно сделал вот и на этом успокоился посмотрим что здесь внутри лампочки здесь меняется элемент рассеивателя вот здесь такие защелочки есть шипы они как шипы сейчас я их покажу такие два шипа вот раз два два четыре шесть восемь такие шипы на них защелкивается тоже кстати удобная штука вот это вот тут шесть полос это я тоже экспериментировал заказывал ну как бы мне на тот момент было интересно я поставил шесть полос но в данном случае это оправдывает себя лишь в том случае когда вы дефектуете поверхность включаете все светодиоды и отойдя на дальнее расстояние смотрите на дефекты в работе как бы необходимости в этом нет ну что по размерам мы определились эта лампочка чуть вроде как больше ну и сейчас наверное взвешивание по весу вот эта лампочка семьсот тридцать восемь граммов весит новая сейчас посмотрим сколько она весит немножко она по идее больше будет весить до 942 ну как бы не ощущается особо что она тяжелая вот вот так это выглядит визуально даже видно что эта лампочка которая справа немножко меньше вот ну как бы это не говорит ни о чем есть лампочки меньше и больше сейчас производителей много но еще раз повторюсь я вот остановился кстати вот сейчас очень хорошо видно покрытие вот это шелкография которая нанесена что хочу сказать еще раз любой вещи к любому инструменту надо привыкнуть к его особенностям допустим здесь вот я привык что класс класс вот вот эти клавиши я к ним привык уже черные у нас включают холодный свет красный теплый свет и регулируем вот так здесь включаем мы вот нижние и верхние нитки либо длинным либо коротким кликом зависимости от свечения светодиода в данном случае он красным светится коротким кликом будет зажигаться еще раз повторить теплый длинным кликом холодный вот мы видим если мы нажмем вот эти две кнопки и поддержим светодиод у нас начнет гореть синим вот и ситуация меняется зеркально коротким кликом холодный длинным кликом у нас загорается теплый опять же длинным кликом теплый коротким холодный вот программируем а еще одна приятная функция когда вы выключаете лампу от питания ну либо штекером либо аккумулятором у кого как вот мне например нравится использовать вот эти лампочки все и вот эти маленькие и большую вот эту лампу на аккумуляторе вот первое что дает это преимущество по сравнению вот с этими блоками питания китайскими что когда снимаешь меньше вот этих бликов перед экраном но это для съемок для вас это на глаз это как бы не видно вот даже сейчас видим я вижу как лампы блик идет дрожит изображение вот эта камера все это видит ну как бы это мелочь но я люблю работать на аккумуляторах вот так вот все это выглядит сзади вид сбоку это я уже дополнительно делал те 200 светодиодных полосы здесь вот так это все выглядит что лампочка доработана с учетом как говорится предыдущего опыта все в ней как говорится хорошо красиво спасибо жене лампочки очень хорошие еще раз повторю что к любому устройству к любому прибору к любому инструменту надо немножечко привыкнуть поэтому если кто-то купит и как говорится иной раз человек не понимает это все временно надо немножко привыкнуть поработать там у кого занимает еще раз повторюсь там 5-10 минут у кого 2-3 часа у кого 2-3 дня но со временем все это становится на свои места и лампочки очень обладают высокой детализацией удобные в работе теперь они стали опять же вот благодаря вот этим резиночкам более комфортно с ними работать вот точно так же как вот этот вот еще одно звено на локлайне которое удлиняет мы видим по сравнению с вот этим тоже придает больше удобства в работе ну вот вроде бы и все кому что не ясно не понятно еще раз повторюсь можно обратиться к сайту и посмотреть там или задать вопросы какие-то все всем спасибо за внимание обзор этот люди ждали вот я его как бы завершаю это обзор такой небольшой лампочек предыдущего поколения и нового поколения вот дальше в работе это все себя покажет я думаю что чуть позже я сниму видео уже непосредственно в работе честно скажу я уже в этой лампочки поработал экраны менял и белый и желтый мне очень нравится единственное что еще раз оговорюсь немножко свечение чуть другое явно видно что и светодиоды другие кучность и рассеиватели другие то есть человек творчески грамотно к этому подошел и сделал такую опять же опять же вернусь с того с чего начал теперь уже и упаковочка вот такая красивая куда лампочка ложится красиво и все сделано как бы грамотно начиная и от упаковки и заканчивая собственно конечным продуктом лампочкой все всем спасибо за внимание задавайте вопросы если кого что интересует смогу отвечу всем привет пока 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 пока